Там, где за холмами Поднимается солнце Там, где лучи освещают Цветущую долину В южном Заурале На востоке от горного хребта Среди ковыля и донника Четыре тысячи лет назад Стоял город Разрешенный временем Оставленный людьми Тот древний город и сейчас Можно увидеть в степи Впечатления очень странные И очень сложные от этой поездки С одной стороны, люди, которые туда попадают Они теряют всякую адекватность И разумность поступков Они готовы часами ходить по степи Искать энергетические столбы Рассказывают друг другу Дают советы, где лучше их найти Они считают, что самое лучшее Это заночевать на горе Причем тысячи людей сидят на этой горе И ждут, когда благодать на них сойдет Интересная вещь ночью происходила То есть, так скажем, неадекватное поведение оборудования То есть, если конкретно Вот ночью я снимал Луна, там была очень красивая луна У меня камера почему-то Самопроизвольно отключалась То есть, были вот такие вот фрагменты Я как бы сначала подумал, что вроде аккумулятор Проверил, нет, аккумулятор То есть, вот сбой в работе оборудования был Уникальность памятника Точнее, не этого памятника А всей культуры Вот синташтинская культура Она объединяет 20 подобных памятников На мой взгляд, в том, что она открывает глаза На одно из самых ярких явлений Древней истории Открывает загадку происхождения Индоевропейских народов Еще в каменном веке люди выбрали это место для жизни А в Бронзовом, в Большакараганскую долину Пришла мощная цивилизация Ученые называют этих людей ариями А город – Аркаимом Чашеобразная долина, окруженная цепью холмов В древности была идеальным местом для жизни Хорошие лесом возвышенности защищали долину от ветров Две реки, Караганка и Утиганка снабжали водой Строительных материалов, камней и деревьев Тоже было в избытке Это поздняя первобытность Вероятно, здесь зарождаются какие-то основы государственности Какие-то основы цивилизации Хотя, вот с точки зрения цивилизационной Мы можем смело называть это цивилизацией Ну, в рамках, например, степной цивилизации Потому что здесь очень специфическая форма хозяйства Поселение было обнаружено после того, как в 1986 году Здесь начинается строительство Большекараганской растительной системы Насыпь, которую может увидеть любой из наших туристов Это недостроенная дамба, которая должна была перегородить русло Большой Караганки И территория, которая сейчас перед нашим взором Это дно несостоявшегося водохранилища История обнаружения города почти мистическая Строительство дамбы уже вложили 15 миллионов рублей Археологи обследовали эту территорию и ничего ценного не обнаружили Но в последний день на соседнем поле совершил аварийную посадку кукурузник Археологи упросили летчика сделать круг над районом Сверху они увидели такое, от чего ахнул весь археологический мир Очертание удивительного древнего города Было открыто уникальное такое археологическое образование Которое мы условно сейчас называем страной городов Это укрепленные центры, крепости Около них округа километров 25-30 И потом в следующие идут укрепленные центры и так далее Вот это очень все похоже на Или на раннее образование Месопотамии Раннее государственное образование Или это похоже на греческий полюс Но это за тысячи лет до Афин Исследование городища какое-то время шло параллельно с возведением дамба Колхозам-миллионникам требовалось водохранилище И к словам археологов о большой исторической значимости Аркаима Тогда мало кто прислушался Через несколько лет гидрологи сделают заключение Которое позволит спасти уникальный комплекс В случае затопления Большакараганская долина превратится в огромное болото И навсегда скроет древний город После этого работы по строительству дамбы прекратили Аркаимская долина стала филиалом Эльменского заповедника Раскопки можно было вести уже не торопясь Это единственный случай в истории Советской империи Когда столь масштабное строительство было остановлено Чтобы сохранить археологический памятник Открытие Аркаима стало сенсацией для научного мира Ведь считалось, что 4000 лет назад На Южном Урале не могло быть столь высоко развитой культуры Городище древнее Гомеровской Трои на 5-6 столетий Оно современник 1-й династии Вавилона Параонов Среднего царства Египта и Крита Микенской культуры Средиземноморья Традиционные поселения эпохи Бронзы Это полуземлянки с примитивной планировкой Аркаим же поразил археологов сложностью своей архитектуры Диаметр городища около 160 метров Здесь все продумано с точки зрения военного искусства Центральный вход в поселение расположен на западе Он представляет собой две сужающиеся стены Разрыв между которыми составляет метров 30 Еще три входа расположены на востоке, севере и юге Они тоже имеют форму воронок, но меньшего размера 5-6 метров Эти три входа были тупиковыми Чтобы обмануть противника в случае нападения И лишь западный настоящий Рядом с тупиковым был замаскирован узкий лаз Через который также можно было попасть в поселение Построить такой город-крепость могла только высоко развитая культура Сантиметр за сантиметром археологи снимали землю И тщательно фиксировали ценные находки Деревянные фрагменты, керамику и глину Специально для посетителей они восстановили часть внешней стены И оставили открытым раскоп двух жилищ Поскольку это жилище внешнего круга Вы здесь можете наблюдать и небольшие коридорчики, тамбуры на входе Далее после жилища вы можете видеть улицу И черная полоса это некогда существовавший внутренний обводной ров Почему он выглядит как черная полоса? Представьте себе, что в свое время люди выбрали ров Выбрали достаточно глубокую яму, можно сказать траншею Далее с течением времени, после того, как это поселение прекратило свое существование Этот ров постепенно заполнялся почвенным покровом Поскольку он гораздо ниже остальной поверхности Соответственно, вот этого черного плодородного слоя там гораздо больше И если этот плодородный слой заканчивается уже, например, на этой поверхности Там еще может быть где-то метра полтора как минимум Причудливый цветовой рисунок на траве Уникальная возможность представить, как выглядел аркаим Ярко-желтая, выгоревшая растительность Строго поверх бывших стен и оборонителя